Лучшие стратегии на мобилках. Это быть инди, приятного просмотра. Steel & Flash 2 New Lens это смесь средневекового 3D экшена и стратегии. Вам выпадает возможность побывать в средневековье в 1212 году, когда в Азии набирают силу монгольская империя, а на Ближнем Востоке в самом разгаре крестовые походы. В вашем распоряжении огромная карта мира, на которой расположились 20 крупных государств. Вы вправе присягнуть на верность любому государству и вскоре стать его королем или же создать собственное, захватывая все больше и больше территорий. Вы перенесетесь в средневековье, где будете выполнять многочисленные миссии и задания по захвату завоевания новых земель. Возьмите под свой контроль управление небольшим королевством и делайте все возможное, чтобы увеличить и расширить его земли. Разрабатывайте свою стратегию ведения игры и не дайте врагам победить вас. Управляйте небольшой армией, ведите дипломатические отношения с другими государствами и пополняйте свою казну. Делайте все возможное, чтобы улучшить свое королевство и привести его к процветанию. Эта игра не для казуальных игроков. В ней множество армий и империй, которые пытаются использовать силу, чтобы захватить чужие территории и защитить свои. После создания персонажа вы с головой погружаетесь в приключения, иногда буквально, не имея ничего, кроме одежды и снаряжения, которые дает вам игра. Это может оказаться очень непросто для нового игрока, особенно когда вы начнете управлять своей собственной армией, а позже и собственными поселениями. На вашу родину напали. Король пал от рук викингов-оккупантов. Надежда слабо мерцает вдалеке и затухает с каждой секунды. Именно в этот момент вы приходите к власти и занимаете место отца, но теперь на ваши плечи возложена судьба страны. У вас нет права на ошибку. Это не борьба за победу, а отчаянная схватка за выживание. Бэт Норс – это очаровательный, но жестокий оклорогалик и тактика в реальном времени. Защитите мирное островное королевство от полчищ викингов. Отдавайте приказы верным подданным, используя тактические преимущества, обусловленные уникальной формой каждого острова. На карту поставлено буквально все – одна ошибка, и землю аросит кровь ваших подданных. Игровой процесс заключается в путешествии по различным небольшим островам и их последующей защите от орд наплывающих викингов. Если говорить более подробно, то ваше путешествие начинается с выбора двух полководцев с собственными аватарами и возможными чертами характера, которые дают определенные преимущества, вроде снижения урона по отряду, закрепленному по командующему, увеличение силы отряда и подобные сопутствующие способности, большинство из которых открывается уже в ходе кампании и используется в дальнейших прохождениях. Далее вам показывают ваш родной дом, или же стартовый островок для обучения, он же один из десятков полей боя, который вам необходимо оборонять от волн разбойников различных мастей, плывущих из бесконечного тумана и жаждущих поживиться добычей на вашем клочке суши. В целом, приятная тактическая головоломка с максимальным уровнем брутальности, какой себе может позволить местная графика. Свой потенциал игра раскрывает на харде примерно середины карты. Геймплей интуитивно понятный, прокачка простая, для мобильных устройств самое то. Для любителей пошаговых боев в стратегии есть игра Нешахматы. Ее разрабатывает мой знакомый со своей небольшой командой. Нешахматы – это бесплатная браузерная игра, в которой игроки сражаются друг с другом отрядами 10 на 10 юнитов. Игра предлагает много интересных и захватывающих возможностей по построению эффективных отрядов. Целью игры является уничтожение всех юнитов соперника. Вы можете конструировать свои собственные отряды из 18 уникальных персонажей и использовать различные стратегии для победы над противниками. Благодаря системе достижений игроки могут, выполняя задания, открывать новых героев и получать другие награды. Также проводятся турниры. В самом первом турнире победил мой подписчик. Недавно проходил турнир с призовым фондом в 70 тысяч рублей. Для запуска игры достаточно перейти по ссылке в описании. Medieval 2 Total War – сиквел одноименной игры про эпоху Средневековья от британской студии Creative Assembly. В глобальной стратегии представлены все известные страны и отображены важные эпизоды эпохи, такие как Крестовые походы и Западный поход монголов. Стратегия стала одной из самых успешных в серии Total War, а фанаты создали для нее сотни модов. Total War состоит из двух элементов – глобальной карты и тактической. На глобальной карте игрок каждый ход совершает различные действия, от строительства в городах и замках до действий агентов и военачальников. В свою очередь, на тактической игрок управляет армией и сражается с противником. В отличие от последующих частей серии, в Medieval 2 нет морских сражений на тактической карте. Вместо этого корабли, представленные одним юнитом на глобальной карте, атакуют друг друга и проигравший ретируется или уничтожается. Medieval 2 ведет свое повествование с начала XI века, времени крестовых походов и борьбы в папство за чистоту веры. 17 стран вступают в борьбу за мировое господство, и у каждой из них, кроме внешнеполитических проблем, есть внутренний. Русские цари никак не могут совладать с огромной территорией, ацтеки вот-вот будут стерты с лица земли, а Италия соображает, что же ей делать с кучей лоскустков городов-государств, мечтающих об объединении. Начинать в таких условиях строительство предсветающей страны задач не из простых, но за 450 лет, отпущенных на это сценаристами, управиться можно. Rome Total War Alexander предоставляет новую кампанию, которая посвящена периоду жизни Александра Македонского. Также в дополнение добавили несколько новых фракций, но суть от этого не меняется. Это все тот же Total War с эпичными баталиями, большой картой и тремя полигонами. Единственная кампания предлагает пройти путем Александра, от родной Македонии, через Персию, Вавилон и на восток. Дальше ганга не пускают. Авторы не позволяют нам серьезно переписывать историю, ведь игровая механика неизбежно заставит применять методы, чуждые знаменитому полководцу. Здесь он равнодушно вырезает целые города, безжалостно отбирая у туземцев последние пожитки, хотя в действительности до самой смерти сожалел о разграблении Фива. В отличие от оригинала и первого дополнения, Александр может предложить вам только одну фракцию, то есть игру за самого себя Александра Македонского. И целью его будет завоевание Персии и удержание значимых городов в течение определенного количества ходов. Но, как можно понять, игровой процесс практически не поменялся. Вы собираете армию и идете в поход по городам с целью получения мирового господства. Существенным дополнением в геймплей являются новые условия поражения. Если Александр погибнет в бою, то наступит конец игры. Что логично, ведь он является ключевой фигурой игры. Также огромным изменением была подвергнута карта мира, она стала меньше и растянулась на восток. По сути, с карты исчез Рим, а самую западную точку мира занимает Греция. Это и логично, ведь история Рима была рассказана, а здесь идет повествование о завоевании Персии и Индии. Перед игроком открывается безжалостный мир. Сжигая бензин, исследуйте клетки локации, чтобы отыскать какой-нибудь бонус. В игре целых пять максимально различных между собой местностей. Сгнивший лес, мертвая пустыня, мрачный мегаполис. Чего уж тут говорить о разнообразии местностей, если даже дизайн игровых уровней никогда не повторяется. Убивать зомби придется возле ворот тюрьмы, разрушенной закусочной и жуткого кладбища. Мы перечислили всего три уровня, а их в игре не один десяток. В сражении в Dead Ahead Zombie Warfare проходит стенка на стенку. С правой стороны поля зомби бегут на автобус, стоящий напротив их точки появления. Задачей игрока является остановить бегущих зомби при помощи своих бойцов. Призванные люди будут усердно калашматить мертвяков, двигаясь вперед к баррикаде, который необходимо уничтожить для победы. Кровавые битвы людей с зомби насыщены хорошо анимированными сценами убийств, а густые брызги крови, свежие мозги на асфальте и рвота мертвецов отлично дополняют их. Еще хочу вас поблагодарить за поддержку и лайки. Если вы хотите еще и материально поддержать нашу работу, то можете подписаться на Бусти или Патреоне. 100 рублей в месяц и ваше имя в титрах каждого последующего выпуска. Нурсгад – это стратегическая игра, основанная на скандинавской мифологии, в которой вы управляете кланом викингов, борющимся за контроль над новым загадочным континентом. В центре сюжета – верховный канунг викингов, который был убит, а его царский рок украл человек по имени Хаген. Так начинается сага, которая отправит сына и наследника канунга Рига вместе с его верным помощником Брандом. На этих землях Риг найдет новых друзей и врагов, обнаружит куда большее зло, чем Хаген и узнает о том, почему погиб его отец. В отличие от классических градостроительных симуляторов, в Нордгарде нет цепочек производства или переработки ресурсов. Все, что доступно в этой игре, будет использоваться прямо по назначению. Для колонизации новых земель и поддержания жизнедеятельности ваших людей необходима еда. Для возведения зданий и обогрева домов в суровые зимы – дерево. Для содержания построек и для покупок на рынке – золото. Для особых улучшений – камень и металл. В игре также присутствует параметр счастья клана. Чем выше счастье, тем быстрее появляются новые члены клана, и тем лучше работают все остальные. Однако, самый главный ресурс в игре – это люди. Core Legends – классическая РТС в фэнтезийном сеттинге. Проект занимателен тем, что он копирует формулу Warcraft 3 – типичные расы, орки, люди, гномы, нежить, эльфы, но при этом является полноценной и отдельной игрой. Разработчики добавили сюжетную кампанию с мини-ачивками, удобное управление и даже озвучку персонажей, причем на русском и английском языках. Большая часть юнитов в игре обладает каким-то уникальным пассивным свойством, а то и несколькими. Мерзкие едокрылые способны заражать врагов, не позволяя им восстанавливать здоровье. Гоблинные ракетчики умеют накрывать отряды взрывной волной. Гвардейцы специализируются на сражении с кавалерией, в то время как конные рыцари и наездники на волках умеют наносить удары на ходу, не останавливая продвижение. Здесь тоже действует принцип камень-ножницы-бумага, и очень важно учитывать особенности противостоящих вам армий при разработке оборонительных и наступательных стратегий. Если вам хочется олдскула, все бросить и снова сыграть старую добрую РТС, чтобы там были орки и гоблины, гномы и эльфы, герои и магия, то World Legends как раз для вас. Динамичная пошаговая стратегия, возрождающая традиции Incubation и Laser Squad. Возглавьте команду самых отчаянных бойцов, крушите инопланетных монстров и раскройте тайны затерянной планеты. Миссии организованы в виде уровней, на прохождение которых уйдет от 5 до 15 минут. Особую напряженность действует придает то, что нужно выполнять не только основные цели задания, но и искать секреты, при этом желательно, чтобы это укладывалось в определенное количество ходов. Сражения довольно напряженные, у бойцов хорошие пушки, но запас патронов к ним ограничен. Имеют самому мощные стволы с бесконечным боезапасом, оружие ближнего боя, но это появляется далеко не сразу, да и наносит меньше урона, чем с основных оружий. Сюжет вдохновлен золотым веком научной фантастики, начиная от романов Хайлайна и заканчивая культовыми комиксами. Вы можете окунуться в атмосферу космического приключения. Также Space Island стала первой игрой от российских разработчиков в подписке Apple Arcade. Пошаговая стратегия в научно-фантастическом сеттинге доступна за 199 рублей в месяц вместе с другими играми. Guns Up – это бесплатная стратегия, в которой игроки сражаются друг против друга, уничтожая базы противников и укрепляя собственную армию. Игра сочетает в себе сразу два жанра – захват базы и защиту башни, что делает эту игру необычной. Основной игровой процесс вращается вокруг уничтожения баз или защиты и улучшения собственной базы и войск. Все дело в стратегии и правильном использовании силы, чтобы пройти и выиграть свои сражения. Легко понять, как все работает, но чтобы стать хорошим в этом, требуется немного времени. Но это не самая лучшая игра, когда дело доходит до требований к навыкам. Опять, довольно легко провести параллели с Clash of Clans. Игра представляет собой PvP тайтл, поэтому вы сражаетесь с другими игроками, но есть и одиночные режимы. Когда вы защищаете от нападения, вы должны правильно расположить и развернуть свои войска, чтобы сократить свои потери и количество врагов. Атаки могут происходить и тогда, когда вы не в сети, поэтому лучше настроить все перед выходом из игры. Существуют различные классы бойцов, которые составят ваши войска, от обычных пехотинцев до гренадеров и всего, что между ними. А специальные атаки и защиты включают дымовые гранаты и авиаудары, которые могут уничтожить и дезориентировать ваших врагов. Игроки также могут работать вместе со своими друзьями, чтобы создавать альянсы и добиваться большего успеха вместе. В целом, игра действительно доставляет удовольствие. Одна из вещей, которые требуют некоторого времени, это прокачка вещей. И хотя это не обязательно плохо, иногда это может доставлять небольшие неудобства. Вам определенно придется приложить некоторые усилия, чтобы расти и становиться лучше в игре. Также хочу поблагодарить подписчика, который предложил этот топ в одном из комментариев к выпуску и предоставил список игр. И нашего сценариста этого выпуска. Вы можете его поддержать подпиской на телеграм-канал. В нем Кирилл рассказывает о геймдизайне, сценарном деле, авторстве статей, кино и многом другом на личном опыте. Ссылка на канал в описании. А если у вас есть в голове список крутых игр определенного жанра, то можете писать в комментарии. Kingdom to Crowns – это минималистичная микростратегия с горизонтальной прокруткой и потрясающей пиксельной графикой. Принимайте корону, сделайте верного скакуна и отправляйтесь вербовать сторонников и строить королевство. Но, расширяя границы, не забывайте о защите. Полчища жадности только и ждут, чтобы отобрать у вас все нажитое непосильным трудом. В новом режиме кампании монарху придется потрудиться. И здесь ваша цель – не только создавать королевство на века, но и истребить войска жадности, положив решительный конец их атакам на ваши границы. И не забывайте исследовать окружающие земли. Вас ждут новые скакуны и тайны, сокрытые в недрах земли. Целью каждой из кампаний является не просто продвижение вперед, а методичный захват и подчинение себе территории, некогда захваченных жадностью. Да, вы все еще плывете от острова к острову, но покинутая вами суша не перестает существовать. Она продолжает жить своей жизнью. Ее обитатели все еще подвергаются атакам жадности. И главное, в один прекрасный день, обзаведясь армией и властью, вы вернетесь туда, чтобы довершить начатое. В Некроманте Ретерс пошаговая стратегия, в которой вам предстоит собирать армию и сражаться с ордами неприятелей. Мир фэнтезийного королевства нарушен возвращением Некроманта, темной сущности, желающей поработить все живое. Соберите лучших воинов со всего королевства и победите в эпическом сражении. Действия игры разворачиваются в мире, полном опасных монстров, магии и отважных воинов. На берегу моря рыбак находит среди тины и водорослей странный рубин, после чего невольно освобождает заточенное внутри него зло. Дьявольская тень нависла над миром, и вам предстоит отразить нашествие темных сил. Это игра от фаната героев меча и магии. Здесь также можно спускаться в подземелье, покупать артефакты и прокачивать своих юнитов на новый уровень. На поле боя юниты могут работать в интересной связке, комбинируя уникальные приемы. Также книга заклинания может удивить исходом битвы, применив магию на своего или вражеского юнита. Всем поклонникам прошаговых битв рекомендую. DoorKickers – инновационная стратегия в реальном времени, ставящая вас во главу отряда спецназа в ходе тактического вторжения. Анализируйте ситуацию, планируйте маршруты, выбирайте снаряжение и точки проникновения и руководите несколькими оперативниками сразу, чтобы добраться до комнаты заложников прежде, чем преступники смогут нажать на курок. В любой момент игру можно поставить на паузу, чтобы оценить обстановку и скорректировать приказы. Мы рисуем полицейский маршрут движения, отмечаем, в какие стороны им нужно поглядывать и указываем, когда и как использовать спецсредства, вроде светошумовых гранат. Поначалу задачи кажутся очевидными. План рисуется за 10 секунд, а выполняется за 5. С первой попытки и без единой царапины на подчиненных. Но планировка карт быстро усложняется, а количество и качество врагов увеличивается. Простую и универсальную схему на все случаи жизни здесь набросать невозможно. Мы никогда не знаем даже приблизительного расположения противников и редкое их точное число. Первая ваша попытка взять серьезную миссию нахрапом живо отрезвит самоуверенного командира. Как бы красиво он не разрисовал карту стрелочками. Дуркикерс – один из тех довольно редких случаев, когда оригинальная идея нашла качественное воплощение. Разработчики регулярно подкидывают новые миссии, кампании и даже новые возможности и вдобавок предлагают игрокам самим выбирать ближайшие нововведения. Будем надеяться, так продлится еще долго. Создатели знаменитой серии Kingdom Rush выпустили необычную космическую Одиссею. Динамичная и продуманная стратегия в реальном времени перенесет вас на потрясающие неизученные планеты. Захватывающий игровой процесс, красивая графика и легкий юмор. Храбрые солдаты, могучие механоиды и инопланетяне готовы отправиться в бой под вашим командованием. Нанимайте и тренируйте величайших героев в галактике, отправляйте их на опасные и сложные задания, раскрывайте их потенциал, силу и способности. Меняйте стратегию боя в самый разгар сражения. Прикажите рейнджерам взять снайперские ментовки, а огнеметчикам взять под управление ракетные установки. Измените ход сражения, метко бросая бомбы, закладывая мины, продуманно расставляя турели и поля из всех видов оружия. После прохождения уровней открываются новые технологии. Дерево исследований довольно большое, которые помогут продвинуться дальше по сюжету. Юнитов для постройки не так много, как хотелось бы, но все выполняют свои роли. Снайперы выкашивают пехоту, роботы-огнеметчики работают по мелким целям, инопланетяне-джедаи отлично режут бронированных врагов и так далее. Армии роботов, разбитые космические корабли, огромные монстры, неизвестные расы, смелые штурмы и диверсии, галактика нуждается в вас, капитан. Company of Heroes – снискавшая признание критиков и пользующая неизменной популярностью игра, основанная на событиях Второй мировой войны. Она стала именно той игрой, которая придала новый смысл стратегии в реальном времени. Благодаря захватывающей комбинации стремительно развивающихся кампаний, тактик, варьирующихся в зависимости от родов войск и динамически меняющейся боевой обстановки. Командуйте двумя ротами американских солдат и ведите напряженную кампанию на Европейском театре военных действий, начиная с дня D – высадки войск союзников в Нормандии. Направляйте отряды американских войск против могущественного немецкого вермахта в 15 сложных миссиях, основанных на одних из самых сложных боевых действий Второй мировой войны. В противостоящих фронтах возглавьте Вторую британскую армию и немецкую танковую элиту в двух полномасштабных кампаниях и командуйте обеими армиями в режиме схватка. В Tales of the Lore примите участие в трех новых мини-кампаниях, предлагающие новый взгляд на битву за Нормандию и задействуйте 9 новых транспортных средств в режиме схватка. Если коротко, то Company of Heroes – классика жанра, которую не стоит пропускать, тем более после релиза на телефонах. Kingdom Rush Vengeance Является жемчужиной нашего топа, легендарным представителем Tower Defense и четвертой игрой во франшизе Kingdom Rush, разработанной Iron Hat Game Studio. Игру анонсировали 17 июля 2018 года и выпустили 22 ноября 2018 года. Теперь игрок берет на себя роль злодея Везнана и возвращается в линерию Сея Хаус. В новой части игры вам предстоит возглавить армию темного мага и отправиться навстречу невероятным приключениям, чтобы воплотить его хитроумный план в жизнь. Приготовьтесь к арткорным сражениям, строительству и улучшению башен, а также укреплению линии обороны. Нанимайте мощных героев в свои ряды, чтобы дать отпор вражескому войску. В игре существует 4 типа башен – башня магов, лучников, казармы и артиллерия, а также два типа заклинаний, вызов подкрепления и огненный дождь. В начале каждого уровня у вас есть определенная сумма денег, чтобы купить первые башни. Цель игрока – уничтожить всех врагов до того, как они пройдут до конца, отмеченного синим щитом. Убивая врагов, мы получаем дополнительные деньги для постройки новых башен и улучшения уже имеющихся. В общей сложности в игре присутствует 26 уровней и 48 видов врагов. Покоряйте новые и уже знакомые земли, а также приготовьтесь разить трех могущественных королей. Находите разнообразные артефакты, а также другие полезные предметы и используйте их для прокачки ваших героев. Для вас приготовлено 9 мощных персонажей, 16 видов башен и более 30 возможных улучшений. Проявите себя как настоящий лидер и стратег, покоряйте империи и одолевайте могущественных боссов. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска.